Улыбай, улыбайся КВН-щик Леонид Школьник Обожаю, как ты это делаешь, Маша Прошу любить и жаловать Друзья, и сегодня у нас такой интерактивный выход Добрый вечер, прошу прощения, сейчас там еще люди остались в лифте Все, все, не надо их, уже не надо Приветствую, приветствую Как будто мы не виделись в гримёрке Очень приятно вас видеть Как у тебя настроение, как ты до нас добрался, доехал? Я, знаете, столько вопросов Сразу дайте по очереди Итак, с чего мы начнем нашу беседу? Долго ли вы там ждали нас за дверью? Я должен пояснить Я сценарист по профессии, поэтому У меня все очень структурировано Давайте начнем с каких-то вещей Ну, вводных, постепенно войдем Не будем сразу вторгаться на территорию Вот этого вашего позитива, хорошего настроения Не все так может быть радужно даже Я вот сегодня с утра вышел из дома Вот в чем к вам пришел Собственно, я все это время шел И понял, что лето уже закончилось К сожалению, друзья И людям, склонным к ревматоидным заболеваниям Вот уже в возрасте, конечно, непросто Непросто Нам очень тяжело Поэтому я не до конца еще отогрелся Дайте нам какое-то время немножко Войти, почувствовать Расслабиться Ну, на этом стуле, конечно, не особо Расслабишься, мне кажется Ну, Леонид, чувствуйте себя как дома В нашей студии Надеюсь, вам у нас понравится Как вы-то, как вы, как вы сами Майкл Можно я вас так вот назвать? Майкл, да Майкл, да Мое любимое обращение Вы можете назвать меня Леон Леон и Майкл Леон и Майкл Друзья, меня, пожалуйста, можно Машей сегодня? Не кажусь никак иначе Конечно, конечно, конечно Леонид, все погода, все хвораю Все ревматизм, все как-то пытаюсь отойти Волосы выпали последний Штормом снесло Но мы оптимисты, как говорится Стакан наполовину полон Пусть и со вставной челюстью внутри Да, да Вот, кстати, по поводу оптимизма Леон, можно такой вопрос? Мы всегда в вечернем эфире обсуждаем И спрашиваем наших гостей Как научиться относиться к жизни с юмором? Как реагировать на вот эти все жизненные передряги? Есть какой-то секрет, лайфхак? То есть программа, я так понимаю, еще и образовательная? Помимо всего прочего, конечно, да Нас слушают взрослые, образованные люди Потому что мои дети, я надеюсь, тоже сейчас смотрят эту программу Привет, кстати, как их зовут? Как их, кстати, зовут? Как зовут детей? А вот мы не готовились к этому вопросу Я поэтому и говорю, я сценарист Я привык все записывать заранее Ну давайте, допустим, допустим, старшего зовут Яков Почему допустим? Я поймал волну, я понял И, условно говоря, если бы была младшая дочь, допустим Я бы ее назвал Теона Теона и Яков Подозреваю, что я так и сделал в какой-то момент Яков Теона, привет вам, Балёй Привет вам У вас очень непредсказуемый отец, кстати Яков Теона Леоновны Леонидовны, да А вот Леонид, Дом, ты какой отец? Дом, я очень мягкий Очень такой, такой мимишный отец Из меня вьют веревки Я... Понятно, что все функции Воспитательные, диктаторские Перед на жене А вот Дом я пытаюсь Быть таким пушистым Ну, я не могу сказать, что мне это не дается Я вообще органичен в этой роли Я достаточно такой человек сам Нежный, трепетный Меня же на входе сколько раз обыскивали Я же ничего не сказал Вот, но... Хороший, добрый папа Вожу их с собой в зоопарк На хоккей Прекрасно Ходим в игровые автоматы А на работу берешь их с собой? Им же наверняка интересно посмотреть Как это за кулисами шоу Не совсем, 8 лет уже тот возраст Сын старший был на работе Пару раз был Вот первый раз он даже не был Сыну уже 8 Закончил недавно второй класс Кстати, очень неплохо Молодец Окончил, мы его поздравляем Яков Так держать Молодец, так держать Учись только на одни пятерки Друзья, а вот что было дальше И какая судьба будет у Якова Мы продолжим говорить об этом После музыкальной паузы Поэтому никогда не ходите Не переключайтесь У нас продолжается вечер У нас сегодня маленькая рокировочка Как всегда по четвергам Потому что у нас был сегодня концертный зал Поэтому с гостем мы сегодня начинаем В 7 часов вечера В 7 до 8 Мы говорим здесь о юморе Я не заберу у тебя этого удовольствия Маша, чтобы еще раз ты представила Потому что у нас гость Нет, Маша, у нас гость мужского пола Ему будет намного приятнее, если ты сделаешь ты Давай, тоже сегодня Помогай мне, пожалуйста Продюсер Автор Сценарист Ведущий Был Леонид Школьник Школьник Все верно Школьник Леонид Это фамилия, дорогие друзья Это не звание Это не социальный статус Совершенно верно Ну а вот ты, собственно, с фамилией дрожишь Ты вот по жизни такой прям отличник Школьник Или ты любишь пошалить? Да, я так скажу Наверное, есть какое-то влияние фамилии на судьбу человека Отдельно Пушкина Вот насколько известно Пушкин был, он писал стихи Неудивительно, что и фамилия у него была достаточно громкая Он выстреливал, как Пушка Пушкин Лермонтов, тоже известный Мусоргский, писал музыку Это тоже понятно по фамилии Странно, что он Мусоргом занимался Известный композитор Мусорг Кто? Вот любого спроси Римский консульм Известный композитор Да, есть у меня синдром отличника Определенный по жизни выработался Я был отличником Всегда, да, в школе? В школе В школе Потом я перешел в институт Там уже Самая ирония развилась у меня больше в институте Вот в годы, когда каждый считал Должен подойти и смотреть А ты все еще школьник, да? Смешная шутка Было очень смешно, да Особенно уже на третьем, четвертом, пятом курсе Я ухахатывался просто с друзьями над этой шуткой И до сих пор, я уверена, что так шутка Нет, нет, да повторяюсь На паспортном контроле Нет, нет И вся семья школьников стоит И все школьники И все школьники Когда звонят люди И ты берешь трубку Иногда, мало ли Был случай, когда мы еще Все были холостые И жили в каком-то большом шалмане Нас человек 10 И я говорил, что Леонид школьник Мне сказали, взрослый Дома есть? Спрашивали То есть все это я проходил Конечно, тут волей-неволей научишься Относиться к себе с определенной иронией А не было мысли сменить фамилию, может быть? Вот у меня была такая история Со мной учился один человек А я тебе расскажу Со мной учился один товарищ Моего возраста И он родился еще в Советском Союзе Как и я У него была фамилия Ульянов А когда он учился со мной Он поменял ее на Милославский Ну вот какие времена такие фамилии На Милославский Учитывая, что... Ну да Знаете, очень интересная история Я в свое время, в 90-х, в ранних Хотел несколько раз поменять свою фамилию На Ваучер Потому что она звучала очень... Во-первых, отовсюду И это был путь славе прямой Слава Богу, что я этого не сделал Потому что так все это мимолетно оказалось Ваучер А в 96-м году пришлось бы наоборот уже Потом я хотел поменять свою фамилию на Голубков Потому что Леонид Голубков был тоже звездой Ну это практически фамилия Ваучер Да, да Это было... Это шло... В какой-то момент я понял, что нельзя отмахиваться от собственного я Как говорится Надо смириться с тем, кто ты есть И идти вот с этим Вот ты школьник Вот будь школьником Да, и не надо менять фамилию на Биткоин, правильно? Или на что-нибудь еще Биткоин, да Нет, нет Это же все... Как и Биткоин непредсказуемо Сегодня ты в топе Завтра ты, говорится На свалке истории Вот Леонид... Леон, как мы договорились Леон Вот столько новой информации Действительно Я тут начал копаться в голове А перед этим я сегодня копался на первой странице Яндекса Ну-ка И ввел простой запрос Интервью с Леонидом Яковлевичем школьником Он же Леон И много ли ты нашел в статье? Ноль И могу ли я претендовать, как и Маше, естественно, мы вдвоем Сегодня на некий эксклюзив То есть я правильно понимаю, что интервью с вами, с тобой, Леон Это дело совершенно нечастое Крайне редко, если вот последний раз журнал «Тайм» Хотел разместить на обложке президента Соединенных Штатов Они со мной созванивались Спрашивали, насколько это, может быть, целесообразно Цельсообразно, ну да, естественно Я, ну, я так скажу По закону об удалении личной информации из сети Я имею право потом удалить любое упоминание в свое интервью Любую расшифровку Поэтому вы, конечно, велкам Размещайте в сети все, что угодно Это действительно эксклюзив И он останется таковым Ну, об этом никто не узнает Вместе с нами, Маша, удалят вместе с нами Давайте тогда, друзья, сейчас мы с вами вместе удалимся Совсем ненадолго А совсем скоро вновь вернемся в вечерний эфир На теле-радиоканал «Страна ИПМ» Друзья, свистеть вредно, денег не будет Вы лучше смейтесь Говорят, что смех продлевает жизнь И сегодня у нас как раз-таки Замечательный гость, с которым мы сегодня веселимся На протяжении целого часа Российский продюсер, автор и сценарист Многих развлекательных телевизионных проектов Вот именно на этом сейчас Леонид, школьник Я бы и хотела заострить наше внимание Потому что наверняка многие наши зрители и слушатели Вообще не догадываются, к каким проектам ты был причастен А оказывается «Фабрика звезд» Друзья мои, это вообще просто культовое шоу «Звезды на льду», «Цирк со звездами», «Ледниковый период», «Вечер с Максимом Галкиным» Большая разница тоже в этом списке «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойная ночь» Ну и так далее Здесь достаточно огромный-огромный перечень И даже «Евровидение-2009» Леонид, можешь сказать, вот есть ли такой проект, которым ты вот прям гордишься Считаешь его своим детищем Которому вот там не стыдно потомкам потом рассказать, показать Ну, я вообще человек скромный достаточно Поэтому я написал «Евровидение-2009» Подразумевая, в общем, на самом деле все «Евровидение» Хотел сначала, чтобы фигурировала именно такая информация А вторские проекты «Евровидение» Просто «Евровидение» Но потом мне сказали, что это как бы есть определенные пруфы Как у нас сейчас охраняют факт-чекинг Очень мне не нравится эта история И я ограничивал свою роль только вот, так сказать, именно Конкретно написание сценария для «Евровидения» в России Да Но если... В целом проекты можно разделить на две части, если серьезно Нам позвательно же поговорить серьезно Можно, можно Иногда может, потому что Майкл достаточно серьезный человек Он так смотрит из-под лоби Мне приходится инквизиторским взглядом Одна часть проектов — это проекты, на которых я был сценаристом В той или иной форме писал все Тексты, скетчи, песни, концепции Номеров, допустим А другая часть проектов — это проекты, которые я создавал как продюсер И придумывал как автор с нуля Конечно, они мне ближе, роднее Они больше, так сказать, больше вызывают в моей душе Отклик А вы на них так неожиданно забили, там в середине списка и сказали Ну и там еще много чего И как раз вот это много чего и было, мое А расскажи, ну расскажи про них поподробнее Это какие проекты? Если вкратце, да, я пришел на телевидение, это был 2002 год Я поработал на проекте с «Фабрика звезд» Ты с него начал, да, как раз? Я с него начал, я писал тексты, я очень волновался Я плохо набирал текст на компьютере, который у меня появился буквально в том же году, когда я начал работать Поэтому, если к эфиру надо было что-то поменять, я как раз к концу прямого эфира успевал добить вот это Но слава богу, Яна Чурикова, профессионал высококлассный И, в общем, не сильно ей был нужен сценарист, это будем так говорить Но где-то я, конечно, где-то я вбросил свои пять копеек И они, так сказать, там и утонули в этом фонтане фабрики А потом, следующая фабрика началась, когда мы уже вместе с товарищами, с Пашей Волей Мы же все соратники в Пензе играли в одной команде КВН И вот, так сказать, наша тусовка, и в Москву приехала практически в одно время И мы друг другу помогали Одним поездом, одним поездом на Ярославский вокзал Да, абсолютно, точно, одно одеяло на двоих, пуховик на троих Бросая жребий, кто-то идет в магазин Жили вы все вместе? Жили мы, какой-то период жили вместе Тимур Родригес, Паша Воля Вот эксклюзивчик наш, дорогие зрители и слушатели Жили мы, это вот, когда говорят про метросексуалов Вот в нашем понимании это было так Мы, это все квартиры в шаговой доступности от метро Там вот жили метросексуалы Вот это были мы, сексуальные, молодые На тот момент С пуховиком, опять же С пуховиком парни, не из состоятельных семей Все-таки пуховик И мы Все-таки доехали Все-таки доехали Вот, и мы устраивались на работу На радиостанции, на телевидение Постепенно, постепенно захватывая свой кусок под солнцем Как бы, да? Вот, и фабрика звезд была Потом Муз ТВ, мы работали там вместе Запускали уже свои программы Битва за эфир, правильно? Или какие-то еще были проекты? Битва за эфир, это было много лет спустя А там мы запускали программы, когда впервые Гарик Бульдог Фарламова засветился не на Первом канале А вот на Муз ТВ у него было шоу Называлось оно «Три обезьяны» Да, была викторина И он там выходил и говорил А если ты ответишь неправильно, я откушу тебе голову В таком духе, да У него были три обезьяны, там сидели по углам Это были его дети Ну вот, была та еще ересь И если сейчас пересмотреть, я думаю, то можно получить определенную Какой был год? О, это интересно 2003-2004 год Это была еще та ересь, я понимаю, о чем я Еще та ересь была, да Ну, слава богу, знали они немногие Для избранных такой был маленький Мне очень понравился маневр То есть человек пришел с Первого канала на Муз ТВ Не с Муз ТВ, а на Первый канал Это был непродуманный ход с его стороны Да, вот я знаю Ну, Гарик, он такой энтузиаст Знаете, позвони Гарик, хочешь, вот тут другой канал, не тот, на котором ты уже Он говорит, да ладно, есть еще Я говорю, да Приходи, познакомься со всем И такое было Потом был период ТНТ Первые волны Камеди Клаба То есть сначала мы работали с Камеди Клабом В клубном варианте, все вместе Вот писали эти вечеринки Они были еще не телевизионные Вот это все самое начало Вскипало То есть ты был прямо у стока в Камеди Клаба? Да, мы все собирались Писали монологи с Пашей Волей Это вот то самое время, когда Таш с посохом своим выходил Таш ходил с посохом Всех, каждый ходил с посохом тогда Все ходили Но ты был там чисто сценаристом, автором? Или ты тоже выступал? Нет, я был автором Я был автором А почему ты сам не хотел выступать? Этого я люблю свою работу Это моя работа была, знаете, как вот фамилия Я понял, что ну буду я ваучером Ну я буду один из тысяч ваучеров Раскиданных по стране 90-ми для химии А школьник, ну был Александр Школьник Если откровенно говорить Один на всю страну, правильно? Достаточно давно был Александр Школьник на телевидении Но вот сразу после него был я Поэтому почему я должен сказать? Кто его помнит того школьника? А, Леонида Школьника Мы все друг друга помним Школьники это такие люди, мы злопамятные Да, соответственно, был ТНТ Были программы вот этой волны Комедюшной волны, как мы их называем Да, вот, с которой Камеди принес к жизни целый формат И вот этих талант-шоу Смех без правил Да, да, да Это вот формат, который я с своими партнерами, со-продюсерами разрабатывал Придумывал с Ксенией Чешей С которой мы до сих пор сотрудничаем На этом месте мы ставим многоточие, а не точку И после прослушивания музыки обязательно продолжим Друзья, добрый вечер! Сегодня у нас в эфире на телерадио-интернет-канале Страна.ФМ Друзья, мои старые друзья, я их сегодня пригласил Для того, чтобы немного поговорить об их непростой работе ведущих прямых эфиров Ведь всякое бывает Это, извините, я забыл представить, Леонид Школьник Сегодня я буду вашим персональным школьником Значит, это Маша Это новая Отличница и творческий Это Майкл Майкл Дудиков Майкл Дудиков Дудиков Ребята, ну давайте начнем вот с вопроса, который наши слушатели задают чаще всего Вот как вообще попадают в прямые эфиры? Что нужно для этого сделать? Можно таким родиться из института? Такими можно вырасти или этому можно научиться? Для начала надо побриться Да, я, вы знаете, я закончил знаменитый Waterpipe College Waterpipe College прямых эфиров Соответственно, 4 года Потом кандидатская диссертация Вот, дальше MIT Массачуссовский И вот я здесь Миш, прости, не очень интересная история Спасибо Друзья, на самом деле, все наоборот У нас сегодня в гостях талантливый продюсер, автор, сценарист Леонид Школьник Спасибо Давайте не будем сейчас всех наших зрителей Видит бог, я никогда не напрашивался на комплименты Это просто часть пара Вводить в заблуждение Да, но на самом деле сейчас самое время немножечко нам раскрепоститься Любимая часть моя И поиграть Да, моя тоже самая любимая часть Леонид, скажи, пожалуйста Вот ты, прежде чем придумывать новые форматы Ты изучаешь те телевизионные шоу, которые сейчас актуальны и популярны в мире Во всем мире Я ищу кнопку Прошу Нажимай отвечать Еще раз вопрос, пожалуйста Ты когда готовишься, да Вот ты же пишешь, составляешь сам формат и концепции и так далее Ты в курсе всех других телевизионных шоу, которые сейчас во всем мире? Ну, естественно Естественно, я в курсе всех абсолютно телевизионных шоу, которые сейчас во всем мире Ну, это естественно Ну, конечно Получаются вот эти вот фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу и шоу называть их. А ты должен ответить, существует ли это шоу в мире или вообще это моя бурная фантазия. Ну, я могу пользоваться помощью Майкла. Помощью Майкла, потому что он тоже ничего не знает. Ну, ну, ну. Вообще в жизни кое-что я умею и знаю, но в этом смысле я здесь абсолютный союзник, твой Леон. Помощь друга. Да, помощь друга, это я. Да, поехали. Все, все готовы? Да. Тогда начинаем. Леонид, есть ли шоу, в котором девушкам прикрепляют на голову свиную отбивную, а в это время огромный голодный варан бегает и ищет с чьей бы головы откусить кусок побольше. И, собственно, побеждает та участница, которой варан подойдет ближе всего. Как думаешь, существует такое? Если оно и существует, то на 99% оно существует в Японии. Так, и то есть твой ответ? Мой ответ да. Да, абсолютно правильно. Молодец, супер. Да, называется это шоу «Нападение ящера», и оно реально существует в Японии. Я предлагаю вам посмотреть, как я уже сказал. Я, конечно, могу пропустить одно, там, два шоу, но в целом в целом. Тренд все. Это мне нравится. Окей, итак, второй вариант. Если шоу, в котором люди обмазываются медом, и на них выпускают рой пчел, и кто соберет больше на себя пчел, тот и побеждает в этом конкурсе. Могу, опять же, сослаться на опыт. Я видел подобные эксперименты. Можно ли сделать из этого шоу хоть какой-нибудь продолжительности? Ну, наверное, да. Да, я думаю, что есть такое шоу. Нет такого шоу! Значит, будет! Не будем торопиться, друзья! Пожалуйста, Леон, забирайте! Спасибо за идею! Да, мне кажется, после нашей сегодняшней программы мы с Майком тебя вдохновим еще на что-нибудь. Ведущим, кстати, у меня есть ведущий хороший ведущий. Мы? Так-так-так-так-так. Дмитрий Малик. А, Дмитрий Малик. Дмитрий Малик. Я бы не хотел, чтобы такое шоу существовало. Я бы глянул, Леон. А Майкл бы глянул. Я как бы понимаю тебя, но скажу нет. А на самом-то теле есть. Реально существует такое шоу, друзья. Нет, ну я, конечно, знал, но просто хочется от этой реальности, знаете, от... Есть дополненное, а хочется избавиться от, знаете, каких-то чтей реальности. Скажешь каналчик потом. Ладно, я посмотрю. Да, там все на одном каналчике. Я, знаешь, с этого начинаю каждый свой день. Оно меня как-то заряжает. Если оно пойдет встык после нашего эфира, я не удивлюсь. Так, поехали дальше. Есть ли шоу, в котором поджигают одежды участников, и кто дольше продержится, тот и побеждает? Надеюсь, ты не ставил их подряд? Да нет, да нет, да нет. Потому что сейчас тогда... Такое фаер-шоу. Я ошибаюсь еще раз. Поджигают, и кто согреется, что-то там сказать, и кому будет тепло. Кто дольше продержится в этой горячей одежде, да. Ну, мы на телевидении делаем все, понимаете, вот любую... Ну, давай я скажу нет. Как говорится. Почему? Подстрахуйся. Потому что я уже стар. Понимаешь? Ты вот такого точно не сделал. Хорошо, я понял, я понял, я понял. Ты немножко на моей стороне... Да, такое шоу существует. Нет. Тогда скажи мне... Тогда вот так вот сделай. Лен, я понял логику. Все-таки Маша не выдумала бы сама вот этих 44 карликов. Ты думаешь? Да, мне кажется, Маша, что... А вот это, поджечь человека, это в духе Маши. Это очень поженский. Ты думаешь, я садистка? Я определил твой почерк, Мария. Вот это, подожки человека. Садистка просто женщина любит ушами. Поэтому то, что там происходит на экране в этот момент, это неинтересно. Окей. Ну, давай, давай, последний вопрос. Есть ли шоу, в котором участникам предстоит испытать необычные ощущения, пока гусь лижет их ноги? Боже. Откуда вы узнали? Это твое любимое шоу. Мы же только снимаем пилот. Вот с Мишей Галусяным все. И с гусем, да? С гусем. Гуся играем. Я, дорогие друзья. Мы недавно снимали гуся. Это правда, в шоу в нашем снимали. Это очень непросто работать с гусями. И в силу того, что это настолько непросто, это амбициозная задача, значит, обязательно нашелся такой вот человек, который решил воплотить это в реальности. Раз это был не я, значит, это был кто-то другой. Я думаю, что такое шоу есть. Молодец! Абсолютно правильно, такое шоу есть в Испании. Друзья, если вам тоже понравились эти шоу, можете обязательно их пересмотреть. Ну а мы совсем скоро вернемся. Леон, уводи нас на песню, я уже не могу. Наше вечернее шоу такое же вкусное, как Хамон. Один на всю страну, телерадиоканал Страна ФМ. Я вот так вот внезапно включаюсь вот в эту боковую камеру, потому что у нас сегодня в гостях сценарист. Он сказал мне так сделать, говорит, так, задуманно по сценарию. Вот я это и сделал. Леон Школьник. Леонид Школьник. Да, Леонид, вот мы в прошлом выходе говорили о вот этих сумасшедших шоу, которые в Японии и так далее, они там все слизью обмазываются, куда-то там они взбираются, не знаю, там таракана глотают и так далее. Почему у нас в России нет таких шоу? У нас все какие-то, знаешь, приличные, прилизанные и так далее. Я Форт Боярд вспомнил. Понимаешь? Ну, даже Форт Боярд. Ну, как ответить? По сценаристке? Серьезно? Да нет, нормально. Нет, как человек. Ну вот реально, как ты считаешь? Человеческий, я полностью разделяю ваше возмущение. Я тоже бы хотел, я тоже бы хотел. У меня даже есть кандидат, который уже обмазать. На кого можно выпустить стадо варанов. Все это есть. И страна ждет. Вот он, да, сидит. У Майкла в списке мы же составляем списки этих людей. Вот, но давайте так. Надо сформировать сначала ожидания. Правильное ожидание. Вот мы сейчас с вами закладываем первый камень. Сформируем эти ожидания. Вот люди поймут, а они просто так, по телеку просто так ничего не говорят. Сказали, где же эти шоу? И раз, 10 лет не прошло, они появились. А прошло 7? Прошло 7. И поэтому давайте пусть созреют эти новые волны продюсеры, эти люди эпохи фейса. И сделают то, что ты сказал. Друзья, сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ» закладывается вот этот корстоун, как это модно говорить, камень основополагающий, с которого начнется новая эра телевизионных шоу. Ну, а мне интересно, на телеке вообще это возможно? Или же сейчас вот эта вся молодая аудитория больше все-таки в интернет уходит? И вот как раз таки в интернете можно там на спор делать все, что угодно, и обмазываться, и так далее. Вот как ты думаешь сейчас телек и интернет? В какой они связи не живут? Конечно, в жестком клинче сейчас с интернетом. Интернет уделывает аналогово-цифровое телевидение любого сорта. Но мы мобилизуемся, мы тоже, так сказать, хоть и уже не первые из версий «Ребята», мы стараемся. Сложа руки не сидим. Мы с утра до ночи сидим и думаем, как этот интернет обыграть на его территории. Что-то... Мы идем до встречи друг к другу. Интернет в сторону больших форм. Сериалы, программы огромные. Ну, вы можете блоги включить там 40 минут. Тут кто это смотрит? Как это может смотреть? Смотрят. Однако миллионы просмотров. Пять миллионов просмотров, да. И это удивительно. А мы идем в сторону интернета и какие-то ходы ищем, поэтому, знаете, рано нас хоронить. В свое время и полно... Послушайте, у вас... И большое кино хоронить пытались. Леон, Леон, какой рано... У вас есть союзник Роскомнадзор. С таким союзником я в любой бой. Да у нас и Роскосмос, союзник. Если что, мы будем отключать по очереди спутники, которые мешают нам получать свой рейтинг, понимаете? Леон, а скажи, пожалуйста, вот люди, например, молодые, амбициозные, выпускники, может быть, или которые вообще с этой сферой никогда не были связаны. Может быть, они тоже что-то пописывают. Тебе куда-то можно это... Пописывают в смысле, друзья, рукой и ручкой. Рукой пишут какие-то форматы. Ну, я понимаю, что ты беспокойся, но пусть он сам тогда задаст молодой человек вопрос. Майкл, это же твой вопрос был. Это мой вопрос. Ты же, ты же... Куда? Как вот связаться с большими продюсерами? Я тебе честно скажу, если пописываешь. А бывает это... Это нормально. Ну, потом... Ну, я сам отец двоих детей. Ну, господи, ну, чего только не бывает. Продолжай. Продолжай, может быть, в этом ты уникальный. Мне и врач так говорит. Продолжай пописывать, да? Насилие над организмом не приводит к хорошему. Я так скажу, у нас до сих пор в общем институтов каких-то специальных телевизионных сценаристов... Где научат, реально нет. Нет, есть школа Станкина, есть определенные курсы. Но вот в полный рост, в отличие от киноиндустрии, у нас своих факультетов таких нет. Но хорошей базой, хорошей школой стали бы журналистские факультеты, известные. Вот там можно начинать. Ну, а потом интернет, пожалуйста, ты можешь выложить любые, так сказать... И это честная жесткая конкуренция. Пожалуйста, пользуйся на здоровье. Я вот... Если мое разрешение нужно, ребят, идите в интернет. Вот, выкладывайте, мы будем смотреть, и как только, так сказать, вы пройдете, пробьете вот эту очередную психологическую, там, вот этот вот... Ну, короче, в интернете можно все. Мы сами к вам придем. Леонид, а то с мастер-классами выступаешь где-нибудь? Даешь лекции? Нет, нет. Ты не делишься своими знаниями, ни с кем. Нет, никто же не делюсь. Просто эта форма тоже не сильно развита, что ли, у нас мастер-классов. Именно в приложении к телевидению, если говорить о киносценарии, пожалуйста, сериальное производство, да. Я, честно говоря, редко сталкивался. Да, бывают у нас внутренние такие цеховые тусовочки, где... Просто лишние деньги не нужны, правильно? Мы собираемся, все канальные люди... Зарабатывать можно и по-другому, да. Ну, да, мы как-то вот... Мы немножко, знаете, как средневековые цеха вот эти. Нет, мы знаем, как делать из кожи буйвола вот это. И никому больше не расскажем. Окей. Катапульта, это я. Все, никто больше. Леонид, настало время переходить к нашему Блиц-опросу, который Мишка подготовил. Давай, жги. Один раз, и я им пользуюсь. Да, желательно отвечать быстро. Быстро, просто, понятно. Да. Для меня самое важное в жизни... Друг... Семья. Идти по жизни с юмором это... Это... Не падать. Идти не падать. Идти не падать. Если бы сейчас был не 2018, а 2018 год, что бы ты делал? Готовил восстание декабристов, помогал бы активно сценариями, стихи, песни. Ну, прекрасно, да, в 11 веке, почему и нет. А если бы 2018? А какой год? 3 тысячи, уже 3 тысячи. Ну, я бы... Да, я... Нет, я думаю, уже... И все, да. А когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, Леоном, я скажу своим праправнукам? Пусть твой первый ребенок будет ребенком мужского пола. Если бы не юмор, я бы сейчас... Хороший вопрос. Можно вот это про 2018 я придумал ответ? Да, да, вернемся. В отмене вопроса, я обожаю это. А как звучал он? Если бы сейчас был 2018 год? Нет, наверное, вот этот последний лучше. Вернемся давайте. К проправнукам. К проправнукам что надо сказать, когда будешь старым? Ребят, хоккей это такая вещь. Если не вы встаете ночью посмотреть плей-офф НХЛ, то кто? Ну, давай, наверное, последний наш звездный вопрос. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, допустим, даже мне, что бы это была за шутка? Ну, я думаю, что это была бы классическая шутка. Друзья, ты хочешь от жизни все и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Друзья, вот на этой замечательной минуте... Мажорной ноте. Вполне мажорной. Мы прощаемся. С нами сегодня был российский продюсер, автор, сценарист многих развлекательных шоу Леонид Школьник. А мы увидимся и услышимся в следующем часе. Спасибо.